Язвенная болезнь – диагноз страшный, если выявить поздно. Успех лечения зависит от своевременной диагностики. Какие необходимо пройти обследования и почему. Итак, как же распознать язву желудка? Первое, на что стоит обратить внимание – тошнота, потеря аппетита, вздутие. Могут появляться и другие симптомы. У меня появился темный стул. Ничего не болело. На третий день уже начались головные боли, началось сердцебиение. Анна обратилась к невропатологу. Думала о стеохондрозе из-за сидячей работы, но становилась только хуже. Я стала чувствовать себя плохо, еще хуже, потому что голова не проходила. И были вынуждены вызвать врача. Уже по приезду скорой помощи они мне сказали – у вас, скорее всего, кишечное кровотечение внутреннее. Пациентку доставили в больницу, провели обследование. Диагноз – язва. Я веду правильный образ жизни. Бесконтрольные препараты медицинские не применяю. Лечащий врач меня проинформировал, что моя язва вызвана эмоциональным перенапряжением на работе. Сейчас Анна чувствует себя хорошо. Врачи говорят – язва зарубцевалась. Я наблюдаюсь у гастроэнтеролога. По прошествии его пяти лет я чувствую себя хорошо. Периодически прохожу обследование и принимаю терапию. А это Валерий. В хирургическом отделении лежит впервые. Рассказывает – почувствовал резкую боль в животе. Приехал в больницу. Врачи приняли решение – нужно оперировать. Сначала были боли в животе на работе. Приехали сюда, в лес в городок. Выявили язву, сделали операцию. Операция длилась порядка полутора часов. Прошла успешно. Врачи говорят – Валерий вовремя обратился за помощью. Пациенту лапароскопически без произведения большого разреза на брюшной стенке произведено ушивание данного перфоративного отверстия. Произведена тщательная сануция брюшной полости, опять же, лапароскопически. Специалисты говорят, как правило, такие операции проходят с большим разрезом. Валерию повезло – шрамов практически не останется. Если говорить о прободной диазве, то в нашей клинике это впервые было произведено. Потому что, конечно же, мы стараемся оперировать лапароскопически пациентов, но это все-таки в большей степени касается холециститов, аппендицитов. Это касается гинекологической патологии. И вот при язвенной болезни, к сожалению, далеко не всегда у нас появляется возможность оперировать лапароскопически. Боль в животе, скорая, операционный стол – самый распространенный сценарий. Как правило, пациенты на первые симптомы не обращают внимания. А зря. Ведь язвенную болезнь главное вовремя диагностировать. Так ее легче вылечить. Самый показательный метод исследования – фиброгастроскопия. Позволяет увидеть внутренние органы изнутри. Если по каким-то причинам фиброгастроскопия пациенту невозможна, следствие особенностей пациентам, им нужно еще произвести перентгеноскопию желудка. То есть это исследование с контрастным веществом, которое также позволяет диагностировать хронический язвенный процесс. Язвенная болезнь не проходит бесследно. Сезонное обострение – неправильное питание. Это может спровоцировать воспаление и осложнение. Чтобы забыть о болях, важно регулярно консультироваться с врачом, проходить плановое обследование и помнить о правильном питании.